здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала в этом видео я расскажу вам про пассифлору инкарнату все что я не знаю этой пассифлоре зимующей о уходе размножение выращивание и так перед вами корни корневища инкарната инкарната это зимующая пассифлора осенью уже в конце октября в начале ноября и начинаю копать корни и вот из этих корней и на следующий сезон получается вырастает вот такое вот просто живая стена вот разные корни посажены сантиметров 50 где-то друг от друга и вот такая живая стена вы не видите что находится с другой стороны то есть очень хорошо защищает от посторонних взглядов пассифлора инкарната цветет и плодоносит ну давайте пока остановимся на цветах и и цветы у пассифлора инкарната они целебны также как и листья можно сушить и добавлять в чай но запах такой специфический как по мне лучше добавлять туда еще что-то мяту монарду или еще что-то это все-таки индивидуальное корневище корневище могут быть вот такой вот просто такая вот палочка палочка может быть намного короче она может быть вообще сантиметров 5 а может и два сантиметра быть ну например если кому-то отсылаю я двухсантиметровые не отсылаю но из опыта я знаю что если там почка то и 2 2 сантиметровый корень может дать новый рост для сравнения я вам показываю какие вот какого корневище какое вырастает растение то есть такая вот видите корешок совсем небольшим небольшой сантиметров 6 наверное и вот уже вот такая вот длинная плеть и плод по поводу плодов чтобы у вас были плоды вам нужно иметь разные гибриды то есть вот плоды видите по форме есть и круглый и вытянутые есть и гофрированный то есть у вас будет разные как бы гибриды тогда у вас будет опыляться и будет много плодов но в любом случае у вас пассифлора инкарната она очень обильно цветущая и цветение будет всегда что мы делаем с корнями если вы живете в южном регионе то просто сажаете корень и забывайте как можно сажать можете сажать вертикально можете посадить горизонтально разницы нет горизонтально посадите вот там все почки которые есть на этом корне все проснется и будет у вас даже не одно растение а несколько значит если вы живете в холодном регионе в прохладном то лучше все-таки первую зиму передержать растения корни и корневища в холодильнике это перед вами пассифлора интуку она тоже у меня зимует в саду у меня она прижилась и я даже хотела там перестать перри инкарнату переселить на другое место но инкарнат но интуку так просто не выселишь то есть маленькие корневища остаются в земле и вот она вот каждый год как феникс заново возрождается покупала ее как плодоносящую но плодов как бы я на ней особо не видела вот вы видели пустой был плодик и так значит а это уже весной вот я покосила траву и тут у меня должна быть пассифлора пассифлора может просыпаться в середина мая может даже начале июня вам главное поливать особенно если нет дождей ну и по поводу удобрений я если честно не сильно удобряю если вы будете удобрять то удобряйте больше фосфорокалийными удобрениями для того чтобы больше было цветение и плода и хорошее было плодоношение пассифлора это растение которое очень любит солнце это солнцелюбивая тепло любимая культура поэтому вы сажайте на место очень солнечное полив я поливала это одесская область я поливала через день то есть у нас не было совсем дождя летом только в начале лета было были дожди а потом дождей вообще не было вот три месяца дождей поэтому через день у меня был полив для того чтобы у меня пол плоды были чтобы она все не по отваливалась тут я вам показываю пассифлоры у меня в разных местах они растут и уже в августе мы уже лакомились первыми плодами когда плод падает тогда он уже готов он приобретает такой вкусный запах ну пахнет как по мне жвачкой какой-то такой каким-то экзотическим фруктом очень приятный запах и вы видите вот этот вот такой уже видно когда он не плотная когда чуть-чуть дотрагиваешься до шкурки и что он такой мягенький но вот это значит уже готов значит вес плодов вес бывает разное но вот максимальный у меня плод был вот под 90 грамм 88 грамм вот а видела у людей у кого-то даже до 100 грамм доходило у меня пока еще до таких размеров еще не было таких размеров но я как бы стремлюсь к этому то есть я каждый год сею гибриды и видите очень хорошая наполнилась плода вот эти аурилус они называются по моему и вот они их много но вкус очень приятный и скушаете их как семечки то есть остановиться уже нельзя ну как бы вы вот эту вот как вот это желеобразная вот это вот в этом аурилусе высасываете а косточку семечку выплевываете значит что еще я вам не сказала полив рассказала значит поливать конечно нужно по поводу солнечное место сказала а вот этот плод это собранный он уже лежал под кустом не заметила я его видеть он чуть перележенный и самое интересное чем больше лежат они тем уже сладость у них теряется а это растение выращенные семян в этом году и в этом году они цветут и в этом же году они плодоносят некоторые люди удивляются как это так но вот так если вы посеете семена где-то в январе они будут у вас стоять на подсветке то вы уже в этом же году увидите плоды вот чем интересно выращивать пассифлору поэтому я каждый год с ней играюсь хочу что-то получить новое и интересное так что если у кого-то есть желание пожалуйста обращайтесь у меня есть семена разных гибридов что еще интересного такого вам рассказать по поводу ухода значит корневище если вы купили корневище вы живете в харькове то первый год вам лучше их не высаживать в открытый грунт возьмите их перезимуйте дома в холодильнике во влажные положите перлит отжатый чтобы не было болота и пусть они стоят у вас до весны потом весной и можете посадить грунта можете заранее посадить где-то февраль-март по горшкам пассифлора проснется и вы уже ее в мае высадите в открытый грунт уже растение вас быстрее пойдет плодоношение и цветение а вот посмотрите два плода одинаковых внешне а по весу они совершенно разные то есть наполненность совершенно может быть разный один может быть легкий другой более тяжелая это вот у меня пассифлора в том году она неухоженная была и на опору на зацепилась а дальше пошла уже сама себе уже и по полу но это не мешало и по земле это не мешало ей активно цвести и плодоносить значит люди кто приобрел в горшках растения то что вам с ними надо делать опять же если южный регион можете высадить а если вы живете где-то центральная часть украины или более прохладные регионы тогда передержите дома где-то прохладном месте я на веранде держу такие горшки просто передержите сейчас дальше я вам покажу что как они будут выглядеть чтобы как бы не пугались это листопадная культура вот некоторые спрашивают что делать вот эта живая стена что делать я не обрезаю весной она уже после зимы все увядает вот тогда уже эстетический вид я привожу в привожу там все в порядок вот смотрите вот она сейчас пожелтели листья и останется вот такая вот палочка вот так вот вы должны будете зимой главное что вам нужно делать это правильно сохранить не переливать вот этот земляной ком но чуть-чуть полете что просто не засохла и там вот с почек уже весной а может быть чуть раньше если на в тепле будет находиться у вас пойдет новый рост она начнет просыпаться и тогда уже следите вставите на подоконник под кровать ставить не надо в темноту оставьте на подоконник и пусть себе растет и развивается уже в мае высадите в открытый грунт а это я посадила прямо среди лета вот так вот с горшков с горшков с комом земли перевалило вы видите какая у нас уж и вот эти же растения через время то есть они уже в этом же году зацветают где-то размер сантиметров 50 не больше то есть уже в таком размере они начинают выпускать бутоны и цвести обратите внимание вы видите цвет разный и белые бывают цветы и сиреневые и сирене сиреневая с белым еще какие-то оттенки фиолетовые вот такая вот интересная пассифлора и у нее уже как вы видите плоды в этот же год если вы выращиваете из семян надеюсь я ответила на все вопросы если что-то упустила пожалуйста пишите в комментариях не стесняйтесь я всем отвечу на это пока